Беспрецедентное событие. В Магнитогорске состоится чемпионат Уральского федерального округа по художественной гимнастике. Соревнования пройдут на базе физкультурно-оздоровительного комплекса спортшколы номер 3 с 6 по 11 февраля. Организация мероприятия возлагается на областную федерацию художественной гимнастики и федерацию Магнитогорска, администрацию спортшколы, управление физической культурой и спорта города. О том, как продвигается подготовка, рассказали накануне на пресс-конференции. Из-за изменений в календаре соревнований по художественной гимнастике чемпионат Урфо не представлялось возможным провести в обозначенные сроки в Челябинске. Впервые львиная доля ответственности в организации подобного мероприятия легла на плечи представителей Федерации художественной гимнастики Магнитогорска, Управления физкультуры и спорта и спортшколы номер 3. Именно там на базе физкультурно-оздоровительного комплекса с 6 по 11 января состоится чемпионат Урфо. В соревнованиях примут участие спортсменки 6 регионов, порядка 177 человек. Состязания пройдут в индивидуальной программе и групповых упражнениях. Также в нашем городе будут проходить с 25 по 27 января во дворце спорта Рамазана межмуниципальные соревнования на прессе Аллы Симоновны Шерихиной. Эти соревнования проходят уже 11 год. И в этом году они пройдут так же, как дополнительный этап подготовки девочек к первенству Уральского федерального округа и чемпионату Уральского федерального округа. Чтобы провести чемпионат Урфо на должном уровне, еще стоит многое подготовить. В настоящее время решается вопрос должного освещения помещения для соревнований. Но есть и куда более важный момент – доставка помоста. Он есть только в Челябинске, который подкладывается под ковер. И сейчас мы решаем этот вопрос. Но вы сами понимаете, что Магнитогорск-Челябинск – это расстояние приличное. И это нужно привезти помост. А у нас площадка, она 14 на 14 метров. А помост – это такая подложка деревянная. Тоже, которая конструкция очень хрупкая. То есть это не каждый еще может ее привезти. Представители Магнитогорска не сомневаются. Они преодолеют все трудности и создадут надлежащие условия для проведения яркого спортивного праздника большого масштаба. Готовятся и спортсменки. Они намерены достойно представить город Металлургов на чемпионате Урфо. Впервые у нас в истории города на чемпионате области, который сейчас у нас в январе проходил в городе Челябинске, и в групповых, и в индивидуальных упражнениях наши гимнастки стали чемпионками области. На чемпионате Урфо в прошлом году гимнастки групповых упражнений из Магнитогорска заняли второе место. Представительница Магнитогорска София Погожих в составе команды Челябинской области в 2022 году на первенстве Урфо заняла второе место, а в спартакиаде – первое. У нас в 2022 году три гимнастки из нашей школы – Солохидинова, Варвара, Рогожина, Дарья и Рыбалченко, Виктория выполнили и подтвердили норматив мастера спорта. Такое случается не каждый год. Я думаю, что мы проведем наши соревнования на высоком уровне. Не по сравнению с Челябинской областью, раз она нам доверила провести такие соревнования. Город Магнитогорска. Дина Наумова, Георгий Бадаев, телекомпания ТВИН.